Хей, друзья мои! Всем большой привет и добро пожаловать в игру Хаус Флиппер. В прошлой серии мы с вами купили небольшую уютную ферму, начали делать на ней ремонт и забыли об одной очень важной вещи. Напишите в комментариях, о чем мы с вами забыли. Написали? Мы с вами забыли разместить моих домашних животных. У меня же огромное количество различных домашних животных, и мы с вами их не разместили на моей новой ферме. Я предлагаю с этого начать эту серию. Если вам нравится Хаус Флиппер, обязательно поддержите ролик лайком. Ну а мы с вами заходим в мой кабинет, и знаете, в чем у нас будет еще одна проблема? У нас проблема будет состоять в том, что как бы я тут все уже заставила, и где мне размещать домики для наших домашних животных? Видимо, придется что-то продать. Привет, индюшечка! Заходим, и давайте как глянем, кого мы с вами можем прямо сейчас разместить. Забрать из отеля раз, потом забираем из отеля два, потом мы с вами должны, значит, домик для котика подготовить. Нам нужно две будки, домик для котика, забираем рыбок. Ребят, а нам нужен аквариум? А нам нужен сейчас срочно аквариум? Пойдем, наверное, прямо сейчас где-то разместим аквариум. Аквариум! Ребят, а где нам разместить аквариум? Я бы, конечно, например, разместила аквариум, ну, допустим, в гостиной, но мы же там его не сможем разместить. Да, у нас ждут огромный аквариум. Так, давайте смотреть. У нас есть террариум для змеи. Может, есть поменьше? Террариум, вольер, вольер, террариум, террариум. У нас нету. А, подождите, ну это не то. Аквариум для черепахи с рыбками. У меня же тут нет рыбок 670, ребят. Ладно, давайте смотреть. У нас, по-моему, должен быть холодный дуб или, наверное, белое дерево. Мы же с вами делаем лавандовую ферму, поэтому, наверное, придется все делать белая светлая сталь и куда? Вообще, знаете, где можно было бы? Привет, смотрите! Наши питомцы вернулись, и я думаю, куда, ребят? Куда мне разместить? Может быть, слушайте, а давайте, может быть, пускай в мансарде у нас будет находиться аквариум. Например, здесь мы с вами действительно можем какую-то игровую комнату разместить, и, допустим, возле вот этой стеночки будет стоять аквариум. Как думаете? Я предлагаю тогда быстренько сразу вот это вот все попродавать. Нам не нужны вот эти вот старые коробки, ящики, все продаем. Только вот знаете, в чем проблема? Я не помню, какое покрытие пола я использовала на нижнем этаже. Ну, может быть, у нас с вами были вот эти вот большие белые повернутые панели. Давайте, наверное, спустимся вниз, чтобы не ошибиться. Бэмс, давай вниз, вниз, вниз. Оп, оп. Кто коробку сюда выбросил? Зачем? Зачем сюда выбрасывать коробку? Мне кажется, что, наверное, вот эти вот были, да? Ну, давай попробуем. Нет. Теперь давайте, наверное, займемся, знаете, чем? Окнами. Хочу сразу же обновить окна. Так, не надо нам пока ничего красить. Давайте сделаем раз, два. С этой стороны у нас тоже вот такие вот окошки. Давайте мы, наверное... Наверное, сначала мы продавать их не будем. Мы, наверное, подберем окно. Я думаю, что мы, наверное, возьмем какое окно? Смотрите, у нас тут есть расширяемое окно. Обалдеть. Давайте мы, наверное, с вами возьмем... Возьмем... Может быть... 300 на 200. Хотите трошки архитектурной боли? Я не могу закрасить вот этот кусочек почему-то. Не могу я его перекрыть. Ребят, что делать? Ну, наверное, делать вид, что мы с вами ничего не заметили. Итак, теперь у нас будет вот такая вот светлая мансарда. Мы с вами вот это все должны сейчас попродавать. И мне кажется, что вот это местечко просто идеально подходит для рыбок. Я не могу смотреть на вот этот вот темный кусок, ребят. Не могу на него смотреть. Не могу. Это какой-то ужас. Давайте мы, наверное, сразу же с вами добавим какое-то освещение. У нас тут как-то трошки темновато. Так, темновато, темновато, темновато. Потолочные. И давайте, может быть, возьмем... Возьмем, возьмем, возьмем... Слушайте, может, вот такую вот люстру? Давайте вот эту вот Ренету возьмем. Так, и где у нас должна быть Ренета? Наверное, мы начнем с вами... Блин, я ровно стою? Ну, раз, два, три. Правда, мне не очень нравится, что здесь такой теплый цвет. Ну, ладно. Окей, теперь мы с вами переходим к животным. Животные, животные, животные. Ферму мы с вами сразу же убираем. Питомцы, мелкие животные. Мелкие животные! И нам нужен аквариум, не мелкий. И аквариум вписывается здесь просто идеально. Только давайте мы, наверное, развернем вот так. Иди сюда. Ровненько, как думаете? Давайте посмотрим, кого мы с вами еще должны разместить. По-моему, у нас еще и птички были. И кто-то еще. Переходим с вами в наш отель. И нам с вами нужно забрать из отеля рыбок. Вот. Вот он мой. Подождите. Твои предметы. Ну, вот этот я не буду больше ничего покупать. Супер. Так, нам нужен домик для птички. Спайди-паук. Пушинка-кральчишка. И Оди... У нас еще один песик, ребят. У нас нет лавандовой когтеточки. Розовую я не хочу. У нас есть пурпурный. Ну, можно взять пурпурный. Окей. Бледный, бедный дуб. Белое дерево. Давайте лучше бук. Холодный... Холодный ясень. Нет, хочу бледный дуб. Давайте возьмем бледный дуб. А здесь у нас будет... Ну, кстати, тоже неплохой вариант получается. Фиолетовый. Не хочу фиолетовый. Перемещаем. И... Ты что, здесь тоже не можешь встать? Пятая? Почему у нас здесь не помещается домик? А так... Все? Вроде бы получилось. Ну, вроде как, да. Я так понимаю, что верхняя часть просто мешала. Отлично. Мы с вами разместили домик для котика. Теперь давайте посмотрим, где мы можем разместить домик для птички. И, кстати, нам бы желательно, наверное, какие-то миски поставить. Пастельно-розовый. Не хочу пастельно-розовый. А у нас есть все-таки... Ребят, понимаете, у нас нет лавандового ничего. У нас ничего нет лавандового. Ну, как так-то? Почему нас с вами лишили лаванды? Может быть, тогда вот такую вот двойную кошачью миску? Коричневый. Окей, хай, будет коричневый. Пастельно-розовый. Фиолетовый. Розовый. Давайте, наверное, белый возьмем. Хай, будет белый. Здесь у нас будет светлая сталь. И здесь будет белый. Значит, для нашего котика мы мисочку разместим вот здесь. И, наверное, сразу же наполним едой и водой. И для наших песиков мы, наверное, тоже с вами здесь разместим миску. Только я бы, наверное, вот здесь ее поставила. Так, мы с вами переходим вот сюда. Переходим с вами вот сюда. И нас интересуют питомцы-собаки. Может быть, хотя бы для песиков у нас есть что-то лавандовое. Обрадуй меня игра, пожалуйста. Кстати, автоматическая кормушка, автоматическая поилка. Блин, ребят, ну нет у нас лавандового. Ну, беру белый. Ну, как так можно? Как так можно вообще? Давайте тогда, может быть, у нас будет вообще все иначе. У нас будет раз. Рядышком у нас будет автоматическая поилка. Тоже белого цвета. А тогда мусорку мы с вами возьмем и переставим, например, вот сюда. Слушайте, я думаю, окно продать, наверное. И здесь у нас будет клетка. Давайте, наверное, так и сделаем. Продаем окно. Просто у нас больше нет других мест, где можно ее поставить. Переносим аккуратненько. Так, ровнее, Даш, ровнее. О, бимба, ребят. Все, супер. И как раз здесь мы можем, напротив, поставить какой-нибудь диванчик. Давайте посмотрим, что у нас есть из фермы. Ферма, ферма, ферма. Диванчики, мебель. Гостиная. Да, гостиная нас с вами интересует. Деревянная полка. Это нам с вами все не нужно. Диванчик. Диванчик, диванчик, диванчик. Ну, давайте, наверное, возьмем, а может быть, вот такой большой. Предлагаю диванчик где-то вот здесь, наверное, даже разместить. Я надеюсь, что никто не будет биться головой. Теперь нам с вами нужен домик для кроликов. Для кроликов, для кроликов, для морских свинок. Для кроликов кормушка, кормушка, кормушка. Загон для кролика. Или домик для кролика. Слушайте, давайте, наверное, возьмем загон. Холодный дуб. Или белое дерево. Наверное, белое дерево. Серый дуб. Ну, вот здесь, давайте, будет серый дуб. Потом здесь у нас будет белое дерево. Здесь мы... О, розовый! Ну, почти лавандовый, ребят. Цветы. Может, цветы? Нет, хочу розовый. Блин, нет, возьму цветы, ребят. Возьму, наверное, цветочки. И мисочка у нас будет беленькая. Я предлагаю тогда вот здесь разместить домик для кролика. Я, значит, бегаю, размещаю лежанки. А наши питомцы, оказывается, уже выбрали себе место для сна. Я предлагаю добавить здесь, может быть, какой-нибудь коврик. И можно добавить какой-нибудь шкафчик. Так, давайте посмотрим, что у нас есть в декоре. Переходим с вами, с вами, с вами. Где у нас... А, пол. Ну, понятное дело, что нас интересует пол. Может быть, взять вот такой вот коврик? У нас, правда, есть светлая лилия, но она не такая светлая. Может быть, вот такой вот коврик взять? Ну-ка, давайте посмотрим. Вот здесь у нас... Ну, я бы взяла что-то побольше, наверное. Мне кажется, здесь должен быть большой... Вот, например, вот такой ковер. А ну-ка, давай посмотрим. Элька. О-о-о-о. Ребят, давайте, может быть, возьмем вот такую вот беговую дорожку. Беговая дорожка у нас будет, например... Например, вот уточки. Она как раз здесь идеально вписывается. Еще мы с вами можем взять... Можем взять... Может быть, велотренажер? Прекрасно. Здесь у нас будет велотренажер. Так, что мы с вами еще можем здесь разместить? Может быть, наклонная скамья? Вот. По-моему, отличный вариант. Давайте мы его, знаете, где разместим? Вот этот столик у нас будет... А вот прям здесь. Все. Прекрасно. Я предлагаю добавить, может быть, два креслица. И мы с вами будем отправляться на следующее задание. У нас, кстати, еще целый амбар. Мы с вами еще с амбаром должны будем поработать. Но я бы хотела посмотреть, какие у нас есть еще интересные задания. Итак, мы с вами можем взять вот такое вот кресло, только, наверное, у нас будет бледный выбеленный кедр и подушка... Ну, нет, наверное, возьмем белый. Давайте возьмем белый. Так, разворачиваем. Аккуратненько у нас будет одно кресло здесь, а второе креслице будет стоять вот здесь возле рыбок. Смотрите. Садишься, смотришь на рыбок. И, кстати, может быть, нам с вами действительно здесь какой-то проигрыватель разместить? Так, мы вроде бы едой наполнили, но я так понимаю, что наши рыбки голодные, поэтому давайте сразу же все позакрываем. Я хочу какой-нибудь действительно проигрыватель. Аксессуары. Что у нас тут есть? Нет, это нам с вами точно все не нужно. Это нам с вами все не нужно, не нужно. Вот. Ретро-радио. Давайте возьмем. И ретро-радио у нас будет стоять... А где у нас будет стоять ретро-радио? А можно здесь? Блин, ну здесь же вроде есть подоконник. Вот как обычно. О, супер. Здесь у нас будет ретро-радио. Так, давайте спускаться вниз. Понятное дело, что мы с вами все еще будем дорабатывать. Но я хочу сегодня еще глянуть, какие у нас есть... Ну вот почему я не могу этот лежак переместить вот сюда? Я хотела вот здесь разместить этот лежачок. Мне кажется, он бы идеально сюда вписался. Но игра мне не позволяет это сделать. Объясните мне, пожалуйста, почему? Может быть, когда я вернусь после задания, я смогу это сделать? Приходим с вами в карту заказов. И у нас есть еще один интересный заказец. А где он у нас находится? Он у нас находится вот здесь. В глубине воды. Будучи рейнджером, Морс Уолден очень бы хотел проводить все свое время в лесу. Но как он может сконцентрироваться на работе, когда в его доме царит хаос? К счастью, мистер Уолден наверняка знает, что делать. Позвать профессионала. Никто не справится с этим лучше него. Но другие, более важные дела требуют его внимания. Будем надеяться, что все пройдет благополучно. Принимаем. И сейчас мы с вами посмотрим, что же нам нужно будет здесь сделать. А заодно посмотрим, какой у нас будет новый... Какой новый дом. Ребят, я так понимаю, что я все дома скуплю и все дома буду ремонтировать. Посмотрите, какой он симпатичный. Моя жена всегда хотела, чтобы у нас был бассейн. А я говорила про амбар. Кажется, ее мечты скоро исполнятся. У нас прорвало трубы в подвале, и мы теперь по колено в воде. Хотя это не должно быть для тебя проблемой. Просто избавься от воды в подвале и отремонтирую его. Сделай все ладненько. Я добавлю вам бильярд. Я был бы рад помочь, но в лесу кто-то устроил бардак. Я избавлюсь от одного, и тут же появляется другой. Отчасти это твоя работа, не так ли? Моя? Нет, я бардак не устраиваю. Я ликвидирую бардак. In deep water. Так, ребят, нам с вами нужно использовать дрон. В смысле? Поздравляем, вы разблокировали новый инструмент. Теперь вы можете делать фото, поливать, орошать растения с помощью дрона. А отсасывать воду мы не можем с помощью дрона. Все, что нужно вам сделать, это выбрать его в меню инструменты и следовать инструкциям. Да ладно? Ребята, посмотрите. Так. Я вижу светлячков. Но нам же не надо сейчас светлячками заниматься. А как можно выше поднять? А, вот, смотрите. Вот мы поднимаемся. Как красиво. Какая красота. Так, мы сюда с вами отправиться не можем. Давайте, может быть, вот сюда пролетим. Ну, домик, конечно, красивый. Слушайте, а это не те... Как они там назывались? Сто шишек нет. Сто шишек, по-моему, мы с вами купили. Ну, давайте сделаем фото. Я не могу сейчас это сделать. Добрый вечер. А зачем мне предлагали сделать фото? Теперь давайте все-таки посмотрим, что в доме произошло. Так, ну, в садике, я так понимаю, что делать ничего не нужно будет. Здесь у нас тоже вроде ничего делать не нужно. Давайте устроим себе экскуршн. А еще здесь у нас кухня. Здесь у нас вот такая вот прихожая. Ребята, вам не кажется, что зеркало как-то низковато висит? Меня снова не видно в зеркале. Ну, окей, ладненько. Что у нас в туточке? А в туточке у нас достаточно большой гараж. И в гараже мне тоже делать нечего. Ну, ладно, нечего, так нечего. Я вижу, что нам с вами нужно будет спуститься туда. Можем пойти сейчас поплавать. Но я бы хотела подняться наверх. Поднимаемся с вами наверх. И наверху у нас... Слушайте, какой симпатичный домик. Значит, здесь у нас, наверное, ванная комната. Ребят, мне нравится этот дом. Я тоже хочу купить этот дом. Но здесь... Смотрите, какая красивая комната. Я думаю, что мы с вами обязательно купим этот домик. Значит, здесь у нас получается рабочий кабинет. Здесь у нас спальня. Там у нас ванная комната. Ну, хорошо. Давайте займемся. Мне нужно вот эту штуку брать, да? Ну, скорее всего, нужно. Но я ее нигде разместить не смогу. Поэтому возвращаем на место. Ну, давайте поплаваем. Ребята, вы посмотрите. Тут все затопило. Так, использовать. А ну-ка, давай смотреть. Я могу перекрыть? Я даже не вижу, что мы с вами делаем. Что-то откручиваем. Окей. Мы с вами все открутили. И теперь нам с вами... Ааа, я поняла. Нам с вами нужно будет добавить... Вот. Чудесно. Убираем. Меняем. Все. Теперь все очень и очень просто делается. Закрутили. А у нас как бы проблем с дыханием не будет. Я акваланг забыла с собой взять. Почему мне никто не сказал, что мне нужен будет акваланг? А вы такое когда-нибудь видели? Может быть, нам нужно что-то здесь поменять? Установить. Так. Прекрасно. Включаем. И уже можно завершить заказ. Ведь нам нужно сначала здесь ремонт все-таки выполнить. Да ладно. Наконец-то он каким-то чудом сам сюда переместился. Вылить воду. Все. Прекрасно. Наконец-то мы с вами избавились от воды. Я думаю, что нужно все-таки здесь поубирать. Потому что как-то тут прям совсем грязно. Комната 48 метров. Изменить лестницу. Покрасить. Ну, я же вам говорила, что мы должны с вами здесь поубирать. Так. Вот это мы с вами все выбрасываем. Тут, видимо, все уже испорчено. И вы видите, что здесь есть грязь? И я вижу, что здесь есть грязь. Может, сейчас, ребята? Нет. Мы не можем это все очистить. Да ладно. Ну, вот прекрасно. Видите, я выбираю очистку. Хорошо. Может быть, мне нужно взять... Переходим сюда. Крюк. Дрон. Зачем мне здесь дрон? Почему я не могу... Да ладно. Наконец-то. Мне нужно было туда-сюда переместиться. И теперь мы можем все почистить. Я даже не буду убирать палец сейчас с мышки. Пока мы с вами все здесь не очистим. Я не буду убирать палец с мышки. Потому что у меня такое ощущение, что у нас тут какие-то сплошные баги с этим домом. Ну, понятное дело. Здесь у нас все затопило. И, может быть, как-то подглючивает вся наша система. Вот когда мне надо выбрать швабру, она не выбирается. Потолок. Так, я хочу взять побольше, наверное, размер. Вот видите, как удобно, ребят. Как же теперь удобно все красить, все размещать, когда у тебя есть возможность выбрать побольше площадь. Потому что помните, как мы с вами раньше все это делали? Там закрасить, тут закрасить. А что нам с вами еще нужно? Напольную плитку. А нам не надо будет поменять вот это вот покрытие на стенках, да? Серьезно? Ну, ладно. As you wish. Мне же не жалко. У нас один стеллаж будет, ну, наверное, тут. А второй, наверное, будет тут. Пока что так разместим. А у нас что, криволампа висит или я криво разместила вот эти вот стеллажики? Ну, почему? Возьмем камин с высокой трубой, наверное, такой вот темненький возьмем. Я думаю, что этот камин мы можем вот здесь поставить, правильно? Ну? Вот, отлично. И ты здесь тоже горишь. Вода! Нет воды! У нас камины горят везде. Знаете, это был бы просто идеальный лозунг для какого-нибудь магазина каминов. Наши камины горят и под водой, и над водой, и без воды. Что еще здесь должно быть? Бочка с краником. Ух ты! Ребят, а давайте возьмем, может быть, вишневую бочку. И здесь возьмем коричневую. Так, где тебя разместить? Может быть, пока что вот здесь поставим вот эту вот бочечку? Прекрасно. А можно краник покрутить? Эх, нельзя. Мы с вами даже не знаем, что в этой бочке. Сантехническая система, стиральные машины, большой ящик. Давайте посмотрим, где мы можем с вами стиралку разместить. А может быть... Может быть, вот здесь? Ну, здесь я не хочу, здесь я тоже не хочу. Давайте, может быть, здесь разместим. Вот, прекрасно. И сразу же, наверное, разместим вот эту вот стиральную машинку. А можно тебя... В смысле? Мы нигде не можем ее разместить? Серьезно? Ребята, почему я нигде не могу ее разместить? Так, стоять. Может, что-то... Ну, конечно, наш. Нужно что-то открутить. А я туда себе езжу с этой машинкой и думаю, почему? Я не могу нигде разместить эту машинку. Не трогай плитку. Не трогай плитку. Переходим с вами вот сюда. И нам нужно с вами стиралку. Давайте, может быть, вот здесь где-нибудь ее. Поближе к трубам. Так, переходим с вами вот сюда. Я надеюсь, что у нас сейчас никаких глюков не будет. Помните, у нас с ванными комнатами иногда были глюки, когда мы с вами что-то откручивали, прикручивали. И потом у нас туда-сюда наш персонаж влетал в стенку, вылетал из стенки и в итоге мы ничего не могли разместить. Ну? Только не говорите, что у меня сейчас будет такая же ситуация. Нет, вроде бы все нормально. Здесь прикручиваем, здесь прикручиваем. Здесь мы с вами тоже оп делаем. Вот так у меня, по-моему, уже сел голос. Ребята, я этот ролик просто после стрима записываю. И да, трошки он подсел. Так. Прикрепили, подкрутили. Слушайте, ну... Я только хотела сказать, что мы прям идеально вписались под трубой. Ну, так и было. Все так и было. Письменный столик. И куда бы нам с вами его поставить? Может быть, возле камина? Как думаете? Возьмем, наверное, темную сталь. И можно было бы его поставить... Ну, в принципе, да, возле камина. Давайте пока что здесь мы его разместим. Может быть, я сейчас сделаю небольшую перестановку. Возьмем, наверное, ретро-радио и сразу же сверху поставим. Вот здесь у нас будет ретро-радио. И я бы хотела здесь поставить... Кстати, у нас есть еще один ящик. Наверное, возьмем только другого цвета стульчик. Стульчик, стульчик, стульчик. Ну, наверное, белое дерево. Светлое белое дерево. Ну что, ребят, давайте отправляться на экскурсию в подвал. Я добавила кое-какие украшения. Я решила здесь разместить вот такое вот креслице. И, в принципе, мне кажется, что заказчики должны быть довольны. Ну что, мы с вами можем завершать этот заказ. И мы за него получаем целых 10 с половиной тысяч. 10 с половиной тысяч. Да ладно, наконец-то я могу вот этот лежак переместить. Можно я перемещу лежак? Ну, пожалуйста. Я хочу, чтобы здесь был лежак. Ребят, давайте, наверное, сделаем иначе. Возвращайся на место. Давайте возьмем котика. И переставим котика. Иди, пожалуйста, сюда. Мы тебя можем взять, поднять на ручки. Смотрите, какой симпатяшек. Мне так нравится, что у нашего котика разного цвета глаза. Посиди здесь. Посиди здесь, пожалуйста. Быстрее, хватай. О, я могу перемещать, ребята. Бимба. Все. Персик. Ну что, давайте выходить с вами на улицу. И мы с вами сейчас посмотрим, что у нас в амбаре происходит. Так, я сразу же беру садовый шланг. И нам с вами сразу же здесь все нужно. Ребят, мы с вами заливаем амбар. Готово. Теперь давайте, наверное, может быть, какое-нибудь покрытие для пола выберем. А то тут как-то совсем пустовато. И я бы хотела взять, наверное, какое-то деревянное покрытие. Покрытие красный линолеум. Нет. Смотрите, какие симпатичные питомцы. Нет, мы с вами это тоже брать не будем. Ковровое покрытие. Ну, конечно, будем брать ковровое покрытие. Давайте, может быть, возьмем вот такие вот светлые повернутые панели. Купить. И давайте попробуем сразу же их вот здесь разместить. Ну-ка, давай глянем. 888 долларов минус. Решила я поменять дверь. И я не могу ее здесь никак разместить. Потому что теперь у меня не работает молот, ребят. А теперь работает. Вот он начинает работать только тогда, когда я его выбираю в меню. А не тогда, когда мне нужно разместить, например, дверь. Слушайте, а давайте мы с вами сделаем красно-белый амбар. Знаете, такой вот классический, как в тех же ходячих мертвецах. Сначала нам, правда, нужно вот эти вот ограждения где-то добавить. Так, давайте, может быть, тут можно? Можно. Надеюсь, что у нас тут все ровненько сможет разместиться. Пожалуйста. Я вас очень прошу. Я вижу, что у нас уже будут первые проблемы. Так, наверное, вот это надо продать. Раз. И вот два. Теперь я хочу повернуть вот сюда. Стоять. Ну, что происходит? Не надо так делать, игра. Я тебя очень прошу. Аккуратненько. Раз. Два. Три. И четыре. Вы тоже видите, что здесь криво, да? Блин. Ну, почему у нас тут все так криво размещается? Давайте теперь с вами возьмем вот эти вот ворота. Но я так понимаю, что я смогу только, наверное, вот здесь их где-то разместить. Надо, чтобы ровнее было, да? Нормально? Окей. Нормально. Давайте теперь, наверное, возьмем какую-нибудь поилку, кормушку для наших животных. Значит, металлическая корыта для крупного рогатого скота. Как думаете, влезет? Да. Влезет. Я уже переживала, что не влезет. Прекрасно. Наполнить едой. Наполняем. Супер. И давайте посмотрим, что нам с вами еще нужно. Корыта мы добавили, кормушка для кур, навес, лучевое препятствие. Кстати, слушайте, нам с вами, наверное, нужно будет еще и конюшню разместить. Еще у нас есть полка для экипировки лошади, ворота для ограждения, ограждение для курятника. Кстати, давайте корыта. Вот здесь у нас будет корыта. Прекрасно. Вода есть? Нет, конечно, Даш, ты же покупаешь корыта без воды. Класс, мне так нравится. У нас огромная корыта. Я из бутылочки. Наливаю здесь все. Давайте пойдем, наверное, купим коровку. Давайте купим коровку. Я хочу себе купить коровку. Вообще-то я хочу себе еще и лошадку купить. Лошадку и коровку. О, все, прекрасно. Питомцы себе уже выбрали местечко. Так, переходим с вами вот сюда. Нас с вами интересует счастливое ранчо. Я хочу взять коровку. У нас одна из девяти. У нас что есть? Тут разные коровки. Гурман-упрямец. О, смотрите, какая симпатяшка. Корова-взрослая-ленивец, гурман-упрямец. Купить сейчас 616. Введите имя. Давайте назовем ее Милка. Буду очень оригинальной. Милка. И давайте посмотрим, где моя корова. Я же надеюсь, она в офисе здесь не приземлится. Ребята, где моя корова? А где моя корова? Вот моя коровка! Привет! Привет, привет! Иди сюда. Пойдем. Милка взрослая. Погладить за мной. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, моя хорошая. Пойдем. Вот теперь твой новый домик. Вот это теперь твой новый домик. Проходи. Блин, я забыла там еще убрать одну паутинку. Эм, уважаемая Милка. Ну куда? Не надо в окно. Ребята, как мне загнать Милку в этот амбар? Я так понимаю, что моей корове нравится больше там время проводить. Ну окей, хай гуляет. А мы с вами, наверное, добавим еще один загончик с той стороны. Давайте посмотрим. Мы же сможем еще и с этой стороны симметрично разместить. Здесь будет овальная корыта. Вот прям здесь. А здесь у нас, наверное, будет... Переходим с вами вот сюда. Да, металлическая корыта для крупного рогатого скота. И, наверное, вот здесь мы с вами можем это корыто разместить. Давайте сразу же наполним едой. И я бы хотела, наверное, сейчас покрасить все-таки этот амбар. В этом амбаре какие-то грязные, непонятные доски. Лучше мы с вами сейчас их быстренько закрасим. Так, здесь у нас дверь вот эта вот помещается? Да, помещается. Я смогу ее? Да, вот теперь я могу. Тю. Там могла разместить, тут не могла разместить. Теперь давайте посмотрим, есть ли у нас красные панели. Темно-красные. Это точно красные? У меня такое ощущение, что это не красные. Вот, ребят. Вот такие вот панели, мне кажется, нам подойдут. Можно вот такие более выбеленные. Но я бы взяла вот эти темные. А ну-ка, давайте посмотрим. Да. Перфект. Я хочу использовать на стенках именно вот эти вот панели. И, кстати, давайте сразу же поменяем покрытие пола на вот этом этаже. Готово. Теперь давайте займемся размещением вот этих вот панелей. Размещаем здесь. Вот, смотрите. Красный, белый, вот такой вот темно-коричневый смотрится просто прекрасно. Размещаем, размещаем. Ну-ка. Слушайте. Очень даже неплохо. А тут мы с вами сразу же автоматом можем, да? Вот, все перекрашиваем. Наверное, нам нужно будет купить все-таки подъемник, потому что что-то мне подсказывает, что, скорее всего, я не дотянусь туда. Нет, я, конечно, попробую. Но, скорее всего, не дотянусь. Вы знали, что я могу подниматься без рук? Нет? Нет? Ну вот теперь будете знать. Так, эту часть мы с вами вроде как все закрасили. А вот здесь можно? Аккуратненько. Ну, чтобы я не покупала. Пожалуйста. Я не хочу покупать подъемник. Пришлось мне все-таки купить подъемник, но у меня есть одна проблема. Корова не дает мне проехать. Давайте аккуратненько как-нибудь вот здесь проберемся. И давайте посмотрим, есть ли у меня возможность вот здесь. Так, давай-ка поднимемся повыше. О, ребят, супер. Супер. Так, оставь, пожалуйста. Вот. Прекрасно. Смотрите, как у нас теперь круто выглядит наш амбар. Мне лично он очень нравится. Давайте, наверное, как-нибудь... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не надо отсюда выпрыгивать. Давайте аккуратненько, наверное, вниз опускаемся и проедем вот в ту часть. Коровка моя хорошая, милка, пожалуйста, пойди погуляй где-нибудь на улице. Вот вы понимаете, я ничего не могу сделать. Продаем сейчас с вами этот подъемник и готово. Все, ребят. Слушайте, ну неплохой у нас получился амбар. Понятное дело, что мы с вами с ним еще будем работать. Давайте, может быть, добавим какой-нибудь декор. Нет, я думаю, что здесь нам с вами колодец не понадобится. Другое. Давайте, может быть, сток сена. А у нас здесь будет один сток сена. И можем еще один вот с этой стороны. Только, наверное, трошки поменьше. 50 на 50 на 100. Вот, супер. А здесь у нас будет, или давайте, знаете, даже не так сделаем. Возвращаемся можно? О, ребят, их можно разместить друг на дружке. Вот, прекрасно. Здесь будет небрежный сток сена. А вот с этой стороны у меня будет тачка и, может быть, какие-то инструменты. Тачка, тачка, тачка. Пикап. Ребят, хочу купить себе пикап. Давайте возьмем светлая лилия. Ну, у нас же как бы лавандовая ферма. И лавандовый... Вот такой вот будет пикап. Прекрасно. На улице уже ночь. А мы с вами только пикап выбираем. Так, пикап у нас будет стоять, знаете, где? А пикап у нас будет стоять... Вот там, наверное, возле ворот. Проходим, проходим. Разворачиваем. И вот здесь у нас будет стоять пикап. Ребята, у нас есть теперь машина. Можно сесть? Серьезно? Я могу сесть в пикап? Так. А проехаться? Ребята? А-а-а! Я уже думала, что я могу проехаться по ферме. Блин, меня обломали! А я серьезно поверила, что я сейчас могу тут покататься. Ну, у меня же здесь огромная территория. Ну, относительно огромная территория. Я-то думала, сейчас тут покатаюсь на пикапе своим лавандовым. Эх, ну тогда у меня будет лавандовая тачка. Лавандовая тачка, лавандовый пикап. Лавандовый, лавандовый. Ладно, вот такой вот у нас будет вариантец. Ну и у нас здесь будет вот, вот тут стоять вот эта вот тачка. Что мы еще с вами можем разместить? И здесь у нас будет метла. А еще мы с вами можем разместить вот эта вот полка для экипировки. Только я, наверное, возьму белую. А здесь у нас будет, ну, понятное дело, что светлая сталь. И знаете, где мы можем эту полку разместить? Можно. Ну почему, ребят? Ну почему у нас не помещается эта полочка? Ладно. Хорошо. Полка у нас будет пока что здесь. А там посмотрим. Может быть, мы ее с вами куда-то переместим. И, наверное, нам, знаете, что нужно еще добавить? Нам, конечно же, с вами нужно какое-то освещение добавить. Препятствие. Куриное гнездо. Кстати, нам с вами нужно будет еще, наверное, и курятник разместить. Но я думаю, что курятник у нас будет на улице. Так, хочу взять какую-нибудь лампу, лампу, лампу. Наверное, мы возьмем не из фермы. Давайте посмотрим. Настенные лампы. Я бы взяла что-нибудь обычное. Только давайте без светодиодных лент. Потому что, мне кажется, смотреться они будут трошки странно. О! Маленькая люминесцентная, люминесцентная. Давайте возьмем вот эту вот люминесцентную. И у нас они, наверное, будут, знаете где? А, вот здесь прямо над окнами. Они просто идеально здесь по длине подходят. Поэтому я их над окнами и размещу. Значит, здесь у нас будет... Здесь давайте аккуратно, пожалуйста. Вот. Перфект. Ой. Наша коровка решила встать, и я трошки врезалась в нее. Так, вот здесь у нас лампа. И давай вот здесь тоже разместим лампочку. Я, наверное, добавлю какой-нибудь выключатель. Стоп. Давайте еще, наверное, над входом. У нас вот здесь будет лампа. Как думаете, это ровное размещение или нет? Ну, будем считать, что ровное. Видимо, нам нужно с вами и на втором этаже добавить выключатель, потому что что-то мне подсказывает, что, наверное, вот эти светильники относятся ко второму этажу. Возьмем, наверное, такой же, и у нас он будет вот лампочки. Включаем. Вот, ребят. Вот теперь уже прекрасно. Только когда мы с вами спускаемся, у нас включаются только вот эти светильники. Кстати, ребят, оказывается, у нас есть вот такая вот небольшая ширма. Давайте, может быть, мы с вами уберем вот этот вот чемодан. Ну, пускай он пока что здесь постоит. А здесь мы с вами можем разместить вот эту ширму. Правда, я так понимаю, что, скорее всего, у нас будут проблемы с проходом. Хотя, может быть, и нет. А ну-ка, открывай. Ну, в принципе, нормально. Будем считать, что эту ширму туда-сюда перемещают. Так, я бы хотела, может быть, повесить здесь какую-нибудь симпатичную картинку. И, в принципе, ребят, мне очень нравится домик, в котором мы с вами сейчас живем. Кстати, давайте посмотрим, можно ли купить домик, который мы с вами... Давайте возьмем белое дерево, которое мы с вами сегодня отремонтировали. Проходим с вами вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И интересно, сколько он стоит? Как думаете? Вот, смотрите. Пещера Горного Короля. Воробьиное гнездо. И у нас нет того третьего домика, который мне так понравился, ребят. Я не понимаю, куда пропал тот домик. Так, ну ладно, надеюсь, что все-таки когда-нибудь он у нас появится. Ну что, ребят, мы с вами продолжаем делать ремонт нашей фермы. Мы с вами продолжаем выполнять различные интересные задания. Я надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Выходила я из нашего домика и понимаю, что мне не очень нравится цвет этого люка. Давайте мы, наверное, с вами возьмем все-таки здесь белое дерево. Здесь у нас, наверное, будет белая сталь. Фасад тоже пусть будет белое дерево. А отделка у нас будет, наверное, светлая сталь. А ну-ка, давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Открываем. Аккуратненько. Ну вот, смотрите. Вот так уже все выглядит гораздо лучше. Знаете, а мне очень нравится этот чердак. Но вот только вот этот вот синабон, наверное, лучше все-таки убрать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok